Официально у двух первых лиц государства 5 загородных резиденций и еще 11 объектов, служащих для отдыха и мероприятий. Среди них Горки-9 в Подмосковье, Константиновский дворец, он находится под Санкт-Петербургом, дом Севастьянова в Екатеринбурге, Мейндорф, замок в готическом стиле на Рублевском шоссе в Подмосковье. Многие из резиденций годами пустуют, но при этом огромные средства идут из бюджета на их содержание, охрану и постоянную готовность принять хозяев. Помимо этих 16 объектов в Ивановской области идет строительство новой роскошной резиденции, ради которой закрывают туберкулезный санаторий на 450 человек. На территории Кавказского заповедника, на склоне горы Фишт в Адыгее, незаконно строят горнолыжный комплекс «Лунная поляна». Безнаказанность, бесконтрольность, вседозволенность ведут к такому вот шикарному образу жизни. Знаете, как говорят, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Владимир Путин за эти 10 лет стал крайне развращен властью, деньгами, богатством и роскошью. Предприниматель Сергей Карпов подсчитал, что строительство и содержание всей инфраструктуры роскоши для тандемократов обошлось российскому обществу в 164 миллиарда рублей. Это три годовых бюджета такого крупного региона, как Алтайский край. Чем больше резиденции у правителей, тем ниже зарплаты у рядовых граждан. В Италии у первых лиц государства три загородные резиденции. В Германии и США по две. С доходами у граждан России не так хорошо, как с дворцами у тандемократов. У нас очень много проблем с доходами граждан. В конце 2010 года бизнесмен Сергей Колесников, прежде близкий к друзьям Путина, написал открытое письмо о том, что на берегу Черного моря для личного пользования Путина строится роскошный дворец стоимостью более 1 миллиарда долларов. Дворцовый комплекс оформлен на Шамалова, который является ближайшим другом Путина. А финансирование строительства дворца осуществляет компания «Росинвест», в которой конечным бенефициаром на 94% акций является премьер-министр Путина. Решение о строительстве дворца было принято еще в 2005 году. Документы готовились и подписывались управлением делами президента. Контроль за строительством и охрану дворца осуществляет Федеральная служба охраны России, которая обеспечивает безопасность только первым лицам государства. Аналогичная мутная история разворачивается вокруг строительства нового дворца на территории природного заказника «Большой Утриш». В общей сложности с Путиным и Медведевым связывают использование 26 объектов роскошной недвижимости, строительство и содержание которых оценивается в 164 миллиарда рублей. Эти господа могут только одно – обворуют опять миллионы людей, набьют себе карманы, но сделают это с присущим обычным блеском и цинистом. В этом никто не сомневается. Продолжение следует...